Все было хорошо. Ладно, друзья, вы скажете, что мы тут стримим нашу жизнь, а не доту. Я прошу прощения, и мы отправляемся в серьезные вещи, потому что серьезные вещи — это компьютерные герои, нарисованные в мультярчном стиле, вещдоктор, лекан, собаки всякие, арбузы. Вот это все серьезно. И сейчас Пента будет выбирать себе третий пик. Итак, Пента решили, как и на первой карте, попробовать сыграть с Тейл Хантером. На самом деле решение достаточно спорное, еще и на первый пик его открыли. То есть ты показываешь героя, против которого вы уже можете поставить свои линии так, чтобы его просто на линии настолько сильно опустить. Не знаю, взять какого-нибудь Разора и поставить их один на один, а потом еще и пойти реплой в легкую их кэрри, и вообще просто уничтожить, то есть просто полностью выиграть. Берутся сильные саппорты, которых я очень люблю, Кунка и Шадоу Шамана, они очень хороши. Шадоу Шаман для того, чтобы забирать строение, в принципе, понятно. Но Кунка, он идеален против Ликантропа. То есть ты просто его возвращаешь на крест, и этим очень долгое время не контролируешь его в ультимейте. И против Найт Сталкера он тоже очень-очень хорош. То есть вот пока саппорты меня радуют. А вот по поводу Тайт Хантера теперь, по крайней мере, хороших Тайт Хантера меня бы тоже радовал, на самом деле. Но то, что они его прямо на первый пик взяли и открыли эти линии, и еще то, как они его используют, мне тоже очень не понравилось. Я скажу одно только. Даже если он будет идеальным, ему все равно будет суперсложная игра здесь. То есть тебе нужно лендить адекватный ревидж, а при этом всем вижена у тебя не будет из-за того, что Баланар постоянно будет вас глушить. И вам нужна какая-то дополнительная разведка в формате клока. Но уже слота для этого клока нету. Взяли Кунку, и получаем, соответственно, Кунка с Шаманом на 4-5 позиции, Гирокоптер керри от Пента и Тайт Хантер. Но снова у нас повторение пика практически полное. Вот этот Гирич плюс Тайт от Пента Спорс, как в первой игре в рамках этого Бестов 3. И я не то чтобы недоволен, да, я просто хотел бы чего-то большего, чего-то большего по разнообразию. А если взять то, что у противника очень крутая связка, называется Эликан плюс Баланар. Один любит ночь, другой ей пользуется, другой ее создает, точнее. Эликану очень хорошо ночью, и Найт Сталкер ее делает. И Final Tribe сейчас придумает что-нибудь типа Бестмастера условного, и все, и до свидания. То есть там тысяча-тысяча аур, тысяча-тысяча миньонов. Единственный плюс для Пента, что у них теперь уже есть Гирокоптер, который взять как раз против миньонов, против некрачей, тех собак, которые есть у Эликана, того, кого он будет призывать при помощи Доминатора. И все это дело будет убиваться при помощи Гирича, когда у него будет дополнительный дамаж. И, кстати, еще вопрос, будет ли Гирич собирать аганим, потому что он может. Мы знаем, что Ольвер собирает на нем аганимы, но будет ли это релайбным артом или нет. Потому что аганим не дает тебе, например, столько, сколько с инжиньяша с точки зрения возможности по динамике, по позиционке, по тому, чтобы сваливать из файта, если тебе нужно. И ДК от Final Tribe. У меня есть подозрение, что это Янсен Сфам на харде будет исполнять. Ну, есть вероятность того, потому что Ликантроп у нас будет явно фармить. ДК может отправиться в сложную линию, может отправиться в мид, но если так будет, то они должны себе, получается, добрать мидера. И это должен быть кто-то, кто достаточно устойчив к гангам, которому, скажем так, кому кунка не будет настолько сильно мешать миде приходить. Либо кто сможет сам убивать вместе, например, с Вичдоктором, который к ним будет подходить. Ну, Вичдоктор, кстати, мне в прошлой игре понравился. Мне, вот, наконец-то, они взяли хорошую связку Вичдоктор и Найтсталкер. Найтсталкер, который пойдет вперед, а не Рубик, который, ну, мы видели, что с ним, то есть не было от него столько импакта, сколько может выдать саппорт четвертой позиции, который будет позиционировать себя как инициирующий, бегающий, гангующий, ромящий и впитывающий дэмэдж. Рубик, я тебе похвастаться, к сожалению, не может. Вот последний бан, это Final Tribe. Интересно, реально, кого они хотят видеть здесь. Я не уверен вообще-то, что так сильно боятся пента Бэтрайдера. Не уверен, что это настолько идеальный бан здесь. Ну да ладно, опять же. Просто Final Tribe сейчас на последней позиции еще очень много выбора. То есть сейчас среди... Ну, пента его боятся, они же его забанили. Ну, я и говорю, я не понимаю, почему они боятся его. Я не вижу в нем какой-либо такой настолько серьезной проблемы. Потому что, да, он хорош в том, что ты получаешь там Блинк, допустим, стоишь рядом с своими парнями, которые пушат тебе тавер. Не в том дело, они не поэтому его банят. Они банят его, потому что сами хотели взять какого-то героя, либо Тинкера, например, либо Шторма. Который боится его. Я понимаю, но просто я имею в виду, в любой момент они могут сейчас Final Tribe, могут взять себе Стан. Просто они не будут его брать, потому что ДК — это хардлайнер у них. То есть и ДК на самом деле боится. В смысле, я имею в виду, ДК боятся условно, например, Шторм. Потому что у ДК есть инстастан. Уже в любом случае у него инстаринджевой стан. И как только у него появляется Блинк, он ловит любого. Потому что среагировать на это тупо невозможно. И, ну, потому что в общем и целом ты реально не выйдешь. Анимация отсутствует как фактор. И Final Tribe сейчас возьмут себе что-то еще веселое. И вот тогда, я не знаю, им нужно какой-то хороший типа Death Profit. Razor. Ну да, вот вариант. Сильный мидер, который будет достаточно быстро еще эту вора потом ломать. Плюс еще очень-очень надоедливый. И под это описание подходит Razor, Bansha и WD по факту. Ну, WD немножко позже, конечно, этим занимается. Пента тем временем последним пиком. Сейчас возьмут себе что-то против. Я думаю, Квапа. Да? Есть еще Viper как вариант. Потому что если Razor отправится... Viper не может нормально убегать от Razor. Я имею в смысле, если вот, допустим, я не про линию сейчас, да? Я про... Так. Оооо! Е-бой! Виха, мипарь! Вот это хорошо. Мне вот на секундочку вот ёкнуло. На самом деле, интересный переход. Виха и мипа. Ты просто сегодня получаешь, наверное, все, что хочешь. Это реально... Это лучший фильм. Серьезно. Мипа, мипа от Вихи. Ребята, готовьтесь. Обожаю мипаря. Мой любимый персонаж в Доте. Ну, не считая возможным... Да нет, наверное, самый любимый. Жалко, что, конечно, не саппорт, потому что саппорт мипа еще веселее. Но мидер мипа тоже хорошо. Особенно, если взять, что это Виха. Я бы, конечно, посмотрел бы лучше от какого-нибудь условного Нотейла, но... Я сижу на третьем канале Дота 2 Ро Хаба. Подумайте, кто я такой вообще, да? В каком дне я нахожусь с точки зрения своего комментирования. Сейчас Аббет. Аббет топ-1. Аббет, да, да. Аббет топ-1. Он просто слишком хорош. Ну, понимаешь, я просто полскульными парям. Новые типы меня не особо сильно возбуждают. В особенности взять то, что я редко могу посмотреть Аббета. Он, ну, не в том регионе играет, который я обычно комментирую. Это раз. Второе я обычно не комментирую. А третье, если посмотреть его на международных выступлениях, то редко у него удается там из его команды куда-то проехать. При этом всем он еще и меняет теперь, как тапки. Он же теперь выступает за Fnatic, да? Или нет? Или завтра у Fnatic какой-то лютый задрот мидер. По-моему, Аббет. Ну, да. Окей, все. Он за CTRL в команде. Да, да, да. Ну, там они тоже, опять же, проигрывают квалы. Сейчас они проиграли TNC квалы к DACу, кажется, или куда-то еще. Я не помню в финале. Вот. Отлетели от TNC, при том, что у тебя есть Юниверс и Аббет. По-моему, это физически невозможно. Ну, они сами виноваты. Они думали, что придет Юниверс, у них все будет хорошо. Сахая, они выигрывали квалификацию Юниверса, стали проигрывать. И дело не в том, что Юниверс плох. Дело в том, что ты должен понимать, что... Это тапки на фейзы на ВК. То есть там что-то с ним вот правда. Раньше это игрок, который, правда, вводил моду очень много сборки, очень многие. Но сейчас он просто не то, что... Он даже не понимает, но не знает, что с ним вообще происходит. Ну, мне кажется, у него идея фиг с фейзами и с некоторыми другими айтемами. Но реально собирать фейзы на ВК. Фейзы Shadow Blade на сейфлейном ВМДК. Лучше, ВК. В Ревкинге смысле. Это вообще было топово. Я комментировал это с Морталисом, если не ошибаюсь. Но я люблю комментировать. Этернал Анви, это совершенно другая дота. И также, кстати, совершенно другая дота с Мипарем, как вы понимаете. Причем Виха будет сейфлейном Мипарем. Гирокоптер пойдет на мидл. Потому что, опять же, Мипа ничего особенного не делает с Рейзером на ленинг стадии. И Рейзер у Топки в кайф. Ну, вообще ничего не делает с ним. И правильно делает. Мипа очень легко загангать. Даже, несмотря на вроде бы неплохую поддержку в лице Кунки, он просто придет тот зажиманный сталкер, и будет беда. Лол. Это ботом стояние против ДК. Вот это, слушай, похоже очень сильно... Он только что сделал телепорт. Да, да, я говорю. Это ботом стояние против ДК. Он сначала стоял на сейфлейне, но увидел, что там лекан, ну, значит, что там трипла, который пойдет его унижать. И придет на ботом. Я думаю, что, кстати, Final Tribe могут сейчас перетянуть триплу на ботом. Почему бы и нет. Или просто усилить дабло, Jensen с вами. А могут просто подождать, пока у ДК там какой-нибудь левел чуть-чуть поднимется, и прийти и убивать мипа по колдауну, потому что они стоят для себя в выгодной позиции длинная линия. У них есть возможность приходить и убивать мипа. Он не сможет от них выйти никуда. Ну, подожди, если он будет держать одного мипаря на подсейве, то все будет оксием. Увидим, посмотрим, как это будет реализовано. То есть вихре, ясное дело, нужно получить себе левел. Это самое главное, что у него есть, чтобы быть эффективным фармером леса. Так, на топе у нас тем временем. РМН против Фроста. Вот это линия вообще. Что там Тайтхантер делает, я не понимаю. А, отводит скрипов, да? Вот это да. Вот это использование Тайтхантера в условиях леса. Я реально не понимаю, почему линию стоит Shadow Shaman. Но да ладно. По-моему, да не кстати, у пента как-то, знаешь, messed up, что называется. Ну, у них всегда какие-то проблемы. Ну, ладно, давай посмотрим, что будет дальше. Потому что тут пока вообще что-то непонятное творится. То есть ты вроде бы, не знаю, смотришь игры, очень большое количество игр, нам знаешь, что сейчас пикается, какой винрейт у каждого героя. Тут просто берут и отправляют там мипа в сложную линию, там Тайтхантер на отводы. И вообще, ты говоришь, господи, тое представление от доти, оно ломается за считанные секунды. И что говорить? Как говорить об этом? В положительном ключе, в отрицательном? Ну, вопрос в результате. Что-то новенькое, спасибо им за это. Не, вообще, знаешь, я честно скажу, подождите, ДНЗ пришел, дал крест, Лекан приседает очень серьезно. Кстати, дополнительный дэмэдж от Шейклов можно завязать сейчас РМН. Это фэстблат на Лекане. Омагэ, вот эфэ. Буги получил ФБ. Отлично, отлично. Так вот, по поводу лейнинга, на самом-то деле, что бы Пента не выбрала, у них все равно, точнее, у Файнал Трайба все равно будет лучше лейнинг. Потому что, посмотри, они пикнули себе ДК, Рейзера и Лекана. Все эти три персонажа являются одними из сильнейших на лейнинг стадии и способны в соло вытаскивать себе линию. А если добавить к этому всему Вич Доктора и Баланара, которые оба очень хороши на лейнинг стадии точно так же, особенно Баланар с момента четвертой минуты, где у него есть первая ночь, где он может гангать линии, то Файнал Трайбы, если не выигрывают лейнинг стадию, то я не знаю, что здесь должно произойти. То есть это должно быть каким-то, ну, просто очень-очень большим минусом для них. Потому что заведомо по пику они обязаны ее выигрывать в хлам там. Так, на боте. Инициация. Вообще неточный торрент от Динзи. Крест был повешен. Сейчас будет еще и Шейклы сверху. Шейклы. О, мой бог! Какая дичь! Какая дичь, Кентавр! Ты просто четкий. Так, это шведский Кент, друзья. Реально, шведская бабушка позвонила Кенту на личный его номер и просто сказала, а ну-ка застань этого Раста, чтобы нашего любимого мальчика Ханскина не убили. Точнее, Пабло не убили. Боже, ты это видела? Да, это было забавно. Это великолепно. Ну, Кентавры, они такие. Начало веселое получается. Кстати, Вич-Доктор у нас вместе с Разором зажимают Кунку. У Кунка получает стан. Второй уровень у Вич-Доктора он пытается подстопить того самого Кунку. Эра подходит, начинает избивать. Еще буквально там пару ударов и три, все, да. Достаточно легкий фраг получается. Наступает ночь, активируется Night Stalker. И лучшее, что они могут сделать, это прийти, попробовать убить Мипаря, но Мипаря на линии нет. Вот тут, в принципе, показался Раста, выходит Night Stalker, замедление пошло, подходит сюда Ликантроп, касочка. Вот, Вич-Доктора залетает, Меледикт, ну, в принципе, они и так его добили. Ну, второй факт. Вот, главная проблема, на самом деле, даже не в том, что, окей, ну, убили Раста и убили Раста. Главная проблема в том, что Мипа только сейчас получил себе третий левел, что означает то, что он сможет воспользоваться своим клоном. И это очень медленно. То есть на пятой минуте Мипарь должен быть в топе по левелу. Топ-левел это сейчас Рейзер, пятый левел. И он отступает от него на два. И это очень-очень много. Сейчас, кроме этого, посмотрите, что делает Блонар, он молодец. У него первая ночь, он использует ее для того, чтобы поставить вижен на чужие кемпы на боте, сгоняя таким образом Мипаря на топ. Под смоками сейчас Shadow Shaman вместе с Кункой попробует выйти на ганг. О, МГ! Они сейчас увидели все. Очень хороший вард. Такие варды. Так два варда шикарных. Один вот здесь, другой вот здесь. По-моему, это просто то, что нужно. Два глазика красивых. То есть они могут знать, можно агрессировать или нет. И Кунка выходит в спину на Розора. Розора посадили на крест. В спину также выходит и просто полностью в сетках находится Розора. Пытается Найт Сталкер в это время разделаться с Растой. У него это получается сделать, но если учесть, сколько было сил потрачено на то, чтобы убить Розора, и что получилось еще и сделать фраг на Расте, вышло-то не так-то плохо. Самое главное, что они убили не только Розора, но и дали ласхит Вихе. Вихе нужно снова болеть сейчас, а у него просто для этого нет ресурсов. 1600 голды у него. Это шестая позиция. У него меньше фарма, чем у собственного Арбуза. Буги хорошо, все замечательно. Он получил ФБ, он пофармил на линии, но вместо этого, чем взамен, вы получаете слабого Виху, слабого Мипа, а вам этого совершенно не хочется. Потому что, опять же, ему нужны вот эти ресурсы, ему нужен этот сноубол потенциал, которого пока что не выстраивается. За счет, опять же, убийства Розетки уже получше, но все же. ДК тем временем прожимает Элдер Драгон форму. Яна Сенсфама приходит, принимает РМН, дает шейклы, дает шоки у Оливера, как будто бы нет дэмэджа, он отказывается драться за своего тиммейта. Алло, Оливер, проснись. Да, он дает паражей 0 дэмэджа. Он четвертый уровень, а Драгонайт шестой. И он даже если, как бы, полностью даст него Рокет Параж, там будет все так себе, на самом-то деле. Поэтому он решил, что будет лучше побить крипов, и пока не понял, что может потерять Раст. В это время еще Тейр Хантера тут забрали. Да, да. Зашел там Ханскин, продамажил с Маледикта. Тот, по-моему, уходил просто далеко, но Маледикт его добил. Да, клип, конечно, это, в честном смысле, момент с Кентома замечательный. Там народ увидел только в чате. Пабло заходит на миддл. Тут Зиньцзи, Соло. Его можно убить с легкостью. Осталось 1 минуту до окончания ночи. И реализовывать надо на Сталкера. Скан не знает, что здесь будет. Будет нападение отличное теперь. Торрент, но в принципе, не очень хороший. В любом случае, Кунка погибает. Ну и опять же, использовал в ночь. Мне очень понравилось, как на этот Сталкер этой ночью передвигался. У него вот сразу статистика поучаствовала с 4-х врагов. Вижен расставил. Не просто, знаешь, бездумно пошел бегать куда-то, пытаться гангать, а изначально Вижен поставил. Все еще делают Буги. Буги вообще ничего не боится. К нему 3 человека пришли. Говорят, на, держи, Маледикт, на, держи тебе каски. Ему в спину вцепились. Но, по-моему, Арбузик еще живет. У него, в принципе, Бабло, какая же ошибка. Светка, конечно, первая, рейнджа очень маленькая, но все-таки отразительный реведж сейчас. Мало того, что Буги чуть не потерял собственную жизнь, он потерял ульту, которая кулдавнится 140 секунд. Это очень-очень много. И сейчас он не сможет ассистировать и дать какую-то возможность на килл. А в Бенте нужны киллы для Вихи особенно. Все еще 2 400 голды. Только посмотрите, насколько серьезно перефармливают сейчас ТФТ. У них имеется 4... ТФТ нацепляют, пытаются с помощью телепорта и у него это сделать получается под Меледиктом, но там вроде будет жить, как говорится. А вот ДК? Тем временем убили ДК. А вот ДК не уходит. ДК убили, да. Почему за ДК так мало денег дали? Вот у меня образ. А, нет, все, окей. 324 дали. Извини. Продолжай. Ну, 3000 преимущества у The Final Tribe и у них в целом все очень неплохо. Вот сейчас они еще знают, что у Nighthunter нет реведжа. Кстати, его потратило его достаточно глупо получилось. То есть он ждал поддержки от Мипа, а Мипа пришел и сеточкой промазал. В итоге поддержки не получилось реализовать реведж. А, с кем? Ну, и пошел. Сейчас Мипаря будут цеплять. Здесь находится Night Stalker, однако ночь закончилась. Получается Салла. И нужен какой-то станчик, что-нибудь. Замечение. Станчик, это минус Мипа. По-моему, решение пикать Мипаря против Вича это не самое лучшее. Вообще, в принципе, ты пикаешь Мипаря, только если его вообще ничего не контрит здесь. Я не скажу то, что у Final Tribe какие-то нереальные там условные шейкеры. Так, буги. Буги. У него всосался Эра, высосал из него 84 демеджа. Окей, не страшно. Но меньше то, что Эра, кстати, качается через Плазмофилд. А не через Статик. Нужно уходить, потому что, несмотря на отсутствие реведжа, сюда можно быстро перетянуться всем игрокам команды Пента. И вот, посмотри, они как раз это делают. Здесь Раста, здесь Мипа, здесь Сайт Хантер, еще и рядом находится Гирокоптер. В это время Ликантроп с Вичдоктором далеко, и они так быстро не перетянутся сюда. То есть, драться 3 на 5. Батит, батит, батит. Посмотри, хочет на себя. Так, шейклэд все-таки отдали на Драгонайта. Плазмофилд убивает Арбуза. За одну секунду он даже не успел ничего дать, кроме Якоря. И Оливер все-таки добьет ДК. Погони не будет, потому что Кунка не смог зацепить Пабло. Да, на топе тем временем спидпушат просто. Ну, как говорила, то есть, наверное, не стоило даже приходить сюда пытаться что-то делать. То есть, ДК наконец-то хотя бы получил и опыт в этот раз, и по золоту все у него неплохо вышло. Поэтому фильм не стоит, даже вот в размены этого самого Тайхантера. Единственный плюс из этой ситуации это то, что ребята спритили и забрали Тавр на топе. То есть, у того же самого Оликотропа уже, как я предполагаю, летят первые Некрамки после Доминатора. Так и есть. А пока только ПТ-шки, точнее, ПТ-шка вместе с двумя в рейфбандами и Брейсером появляется у Вихи. Он хочет собрать себе Драмы. Драмы очень полезны, как вы знаете, с точки зрения Мимпаря, потому что ему нужны статы максимально. Интересно, увидим ли мы дабл Драгонлендс или уже сейчас не собирают его на этом замечательном персонаже. Узнаем. Я вот так давно не видела его, что прямо само интересно, какой закуп Виха выберет Мимпаря. Еще не Драма. Я думаю, что Драмы Дабл Драгонлендс оптимальны, потому что ему нужно очень быстро выходить в онлайн сейчас. То есть его команда очень-очень сильно печалится. Ей нужно как-то драться, а Виха фармит, фармит и фармит. И ясное дело, что он неэффективен сейчас будет в драках в ближайшее время. Только если какой-то идеальный сетап из подрывейджет. Как раз-таки на буги сейчас Эра заезжает, начинает насасывать из него дэмэдж, но уйдет. Но тем временем, конечно же, Фрост и Янсен с фарм начинают цепляться за этот тавр, за тир-2 вышку. А вышки сейчас терять пенти нельзя, потому что вышки означает контроль над карты, от контроля над карты означает фарм для Вихи. А Виха в этом вопросе все еще в тотальной печали. И все-таки тавра не отдадут. не умирал, но четвертая позиция по Планет Ворсу, то есть у него и не все хорошо в это время. Вообще, смотри, Final Tribe, судя по их позиционке, чуть ли не на хайграунд нацелены были заходить. Они на самом деле хотели, но потом подумали, что против реваджа и корабля не самая лучшая идея. И они абсолютно правы. Почему бы не забрать все внешние тавра, прежде чем заходить на хайграунд и усилить себя покупкой блокимбаров и так далее. Цепляют Тайдхантера, Тайдхантер получает огромное количество урона, еще и Сайленс в лицо, буквально еще один нодар, и он погибнет от Мередикта. На развороте пытается подраться каким-то образом, в это время развлекают Найт Сталкера крестом, торрентом, но его не убивают, как этого самого кантера. То есть они хотели драться, а потом решили, а ну его. Не, они изначально, по-моему, не хотели драться, Герокоптер все это время сплитпушил ботом. То есть Оливер зарабатывал себе деньги, он убил тавр на боте, и там тем временем еще и раз нашли. Просто Арбуз не лучшим образом сыграл, и Буги подвел свою команду в очередной раз. Но это такие мелочи, находятся внизу, она понимается, что у них есть потенциал для того, чтобы вернуться. Им нужно просто дать немного больше времени для Мипа и Герокоптера, но противник этого не даст делать. У противника именно пушичий потенциал, просто невероятен. И мы видим то, что Фроза контролил себе катапульту, у него две собаки, у него первые уже практически, это еще и уже вторые, и скоро будут третьи некрачи. Ненсенс Фам, это Элдор Драгон Форма, у них два драма, можно собирать музыкальную группу, и все замечательно. То есть я бы сказал, что у ТФТ все очень прозрачно по их действиям, а что касается Пенте, им нужно много и много времени. Этого времени у них как раз таки и нет. На топе тем временем Генч на Найт Сталкера. Тут правда не на него, я бы сказал, просто Вихо пытается отбиться, но он подводит дикт, и он точно умрет. Но когда саппорта справляется с твоим кором, это уже о многом говорит. Ну подожди, если... И в 2-х уроны так хорош против Мипаря, но вот вместе с Найт Сталкером вообще легко, я бы сказала, не почувствовали его. Просто есть саппорты, которые не особо хороши против Мипа, да. На условный раз-то там не может держать Шейклы, потому что его сразу сбивают там сеткой так буги. Пошел колдаун от Оливера, на подсейв, ревенч сверху, как же медленно действуют буги. Надо было немножко раньше его дать, Плазмофилд выносит просто Арбуз и Роман. Роман отправляется тоже вместе с ними, единственный игрок, который останется живым, только потому что у него будет инвиз, и нету третьего Некрономикона, чтобы его просветить. То есть Драгонайт не тратил форму все это время, и сейчас спокойно заходит, забавно, поворот поставили. Прожимают, конечно, Глиф, еще и Найтсфалкер замедляет Кунку, который вышел из инвиза, Кунка отправляется на 28 секунд в Паверну, его просто разрывают, прожимают драмы, эта сторона упадет 100%. То есть они даже, если бы хотели сейчас драться, Мипа, он вообще не готов, у него даже 10 уровней нет. Тайтхантер уже реведж свой использовал, и драться без этих, ну, то есть с таким Мипа и без реведжа они не в состоянии. Они слишком рано теряют хайграунд. Если на предыдущей карте они, когда заходили на ХГ, они подфидили и не смогли забрать, то теперь они не подфидили и спокойно забирают. Да, да, так и есть. Ну, пока у нас очень пассивное здесь продвижение от ТФТ. Они забрали все, что им хочется, у них 14 тысяч перефарма, им особо напрягаться не надо, причем вот за последнее время они, соответственно, получили еще больше, если взять то, что они убили четырех игроков. Команда Пентаспорта заходит на Рошана, а что бы не зайти, какие могут быть проблемы, никаких, конечно же, не может быть. Ханскен оставил Сентри Вард, убьет еще Обзервер здесь. Найс. Ну и Рошан. Рошан для ТФТ. Они опять не могут там драться. Я про Пенту, то есть сложно им будет по крайней мере этим заниматься, но придет сюда Тейдхантер, но он без реведжа. И вот сейчас понимают, что хотят. Единственное, светлое пятно, это Кунка и Гирокоптер, им нужно дать свой рассказ просто идеально, чтобы у них была возможность. Тейдхантер идет вперед, как, знаешь, такой щиток, который нужно сразу же убить. Но, кстати, получается забрать Найт Сталкера. Тейдхантер хотел задынайться, но у него не получилось это сделать. В итоге размена у нас растает Тейдхантера на Найт Сталкера и Вич Доктер, то есть по итогу саппорта, но еще Эра разделывается с Гирокоптером в это время. Кунка поднимает. Подожди, подожди, Виха, Виха, может быть, сможет хоть какой-то дэмэдж нанести на Янсен с вами не сможет. Изи, изи. Ну, тут просто пента one by one тут пыталась драться и вообще без Вихи. Виха только в конце вошел. Там ее, кстати, достаточно много дэмэджа, 3500, но эти 3500 уже не играет практически никакой роли, при том, что у оппонента скоро... Вот как только появятся БКБшки, можно вообще будет писать ГГ, потому что к этому моменту у пенты физического нормального объема дэмэджа просто не появится. но Рошан заберут с ТФТшки и у них будет Аегис, можно будет закончить игру даже без появления БКБ. Динзи находит Ханскина, кинет ли он хоть что-нибудь, кинул торрента, не точно, и походу да, Динзи останется собственной жизнью. Но что-то вот любит подфидонивать, согласись, что в предыдущих катках мы это видели. Они очень много фидят, просто очень много лишних смертей, которых не должно быть никак. И пока, ну то есть, я вижу там старается, например, вихо играть. Ну то есть, у него герой такой, это Мипа. Он не может на такой минуте, когда настолько их давят, прийти и всю вражескую команду убить. Ему нужно время, а время ему эта команда не дает вообще никак. И вот, если в прошлый раз они хотя бы как-то использовали Ластилера, неплохо, то есть, пытались инициировать, прыгать, то с Гирокоптером так не поиграешь. Тут совершенно другой сетап. 18 тысяч на 18-й минуте, ребята, это даже ну тут сложно будет тут уж никак не перевернуть. Буги, Буги, в него всасывается по полной заезд на РМН, а очень много дамаги, и мили бараки будут падать тут достаточно быстро, особенно если взять то, что Оливер. Оливер, 500 хп, у него остается, Буги хочет нажать реветч, но просто ему не дают ничего сделать, и вот он нажимает его перед собственной смертью. Теперь вопрос, смогут ли зафокусить Эру, Эра, все-таки расстанется с первой своей жизни, но у него есть еще и вторая Энси с Фэмти временем добивает ранжевые бараки на мидл линии. Серпенты были поставлены, но эти Серпенты не имеют вообще никакого значения. Крест пошел на Пабло, поднять его и разорвать его на части. Пока что нечему Пенте просто внести этого дэмэджа Эромэн тем временем умрет, потому что каски баунсит по нему, по Динзи, по нему и по Динзи, и Динзи тоже погибнет. Байбэк от Расты уже бесполезен, совершенно ничего не изменится. Две стороны Ти и ФТи заполучили себе сейчас, и Пента, Пента вылезает с собственного фонтана. Зря, зря, сказала уточка Кря-кря-кря, Оливер вместе с Эромэном держит Эру, пытается хоть как-то внести дэмэдж, но не хватает его или просто плевать на все, что тут происходит. Тем временем Пабло, Пабло, Вихо, Вихо, не получится ничего сделать, Вихо там пытался добить на эти сталкера, но ГГВП, друзья, Пента отправляется, куда она отправляется? В сетку озеров или домой? Сейчас мы узнаем, потому что организаторы очень скрытные люди. Я имею в виду, мы можем зайти просто на Джоиндоту. Понимаешь, дело в том, что там еще, когда у них нигде неправильное расписание, я говорю, я уже три раза уже новое прочитала, сейчас посмотрим, что в итоге у нас. Ну да, это получается сетка венеров, то есть получается то, что Трайбы прошли в финал венеров, а Пента будет сражаться с Double Dimension на боте, ну в смысле на лузерах. И это будет завтра происходить, у меня даже есть подозрение, что я там должен комментировать что-то. Нет, там я комментирую сто процентов. Ты комментируешь, что я туда комментирую. Да, друзья, слушай, ты не хочешь до танца играть? На стримчике, запустить, запустить. На стриме ты вклеешь, что ли? Ну ладно, пошли, что ли? Пошли, окей. Так, сейчас. Всем, короче, кто с нами остается, вы можете переходить на канал Crystal May, я сейчас его зарегущу, ну или Мил, если хочешь, ты можешь запустить. Вот, а не хочешь, тебе лень? Я понял. Ленивая ты, ленивая, я понял. Почему я ленивая? А что нет? Давай, запускай, я даю на две минуты. Давай. Так, сейчас запустим. Нужно пару секунд. Субтитры сделал DimaTorzok.